Певица Лайма Вайкули ответила на обвинение в том, что она заработала популярность и большие деньги в России, а теперь начала ругать страну. Певица заявила, что она и ее подруга Алла Пугачева содержали, и Советский Союз и Россию. Они собирали огромные залы, выпускали пластинки, а получали от этого копейки. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Мой альбом разошелся миллионным тиражом, а я получила 137 рублей за него. Вот посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил. Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Алла содержала всю эту Россию. Которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить, высказала Слайма Вайкули. Высказывание певицы задело продюсера Вадима Цыганова. То, что я услышал, абсолютно глупая, немудрая обида на ушедшую молодость. Когда был Советский Союз, и наверное не доплачивали всем. Но родина щедра. Они получили сполна потом, заявил Цыганов. По мнению продюсера, это не актрисы кормили страну, а их родина помогала им стать теми, кто они есть. Все свое состояние, дома и замки они строят за счет русского народа. А они все недовольны. Уехали и хают. Кого она кормила, кроме своей необузданной гордыни. Подытожил Цыганов.